Сохранить память вместе. Делегация Ненинского округа приняла участие в межрегиональной конференции, которая на днях прошла в Мурманске. Участники обсудили тему подвига алено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в ходе мероприятия состоялась презентация окружного проекта «Упряжка победы». Изучением участия алено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны известный историк и краевед Юрий Канев занимается несколько лет. Межрегиональная научно-практическая конференция стала хорошей площадкой для обмена опытом в изучении данного вопроса. Приехали наши коллеги с Ямала, которые, кстати, тоже интересуются темой очень живо. И Сергей Владимирович Шулинин участвовал, и Герман Николаевич Бардин. В общем, они, скажем так, мы некоторые вопросы с ними обсудили, потому что у меня тоже были ряд вопросов. Я пишу не только о ненцах европейских, но и о ненцах, которые жили на Ямале. Поэтому мы с ними многие вопросы обговорили, и, в общем, они мне обещали еще доставить некоторые материалы, которые меня интересуют. Конференция в Мурманске собрала на своих площадках 50 участников со всех северных регионов страны. Делегация Ненецкого округа представила участникам конференции предметы музейного объединения и обновленную книгу памяти. Подобная книга есть и у мурманчан. У них тоже есть своя книга памяти, и они хотят воспользоваться советами о том, как эту книгу обновить. Андрей как раз рассказывал об этом, о каких-то важных подробностях, которые нужно учесть при выявлении новых имен, при выявлении дублетных записей. Кроме того, большой отклик участников получил окружной проект «Упряжка Победы», который был реализован на территории региона в 2020 году на средства гранта. Об этом проекте очень много доброго было сказано. Всеми участниками конференции было отмечено, что очень важно, что проект направлен конкретно на детскую аудиторию. В рамках конференции участники также обсудили вопрос о праздновании Дня оленей транспортных батальонов в Мурманской области. В нашем регионе этот праздник был закреплен на законодательном уровне и отмечается ежегодно 20 ноября.